Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Слово Святаго Иоанна Златоустова о девстве. Продолжение Впрочем, предположим на словах, что роскошь дозволяется, и что ни пророк, ни Павел не осуждает украшающихся женщин. Какая польза от множества золотых вещей? Ничего иного, кроме зависти, заботы и немалого страха, ибо владеющие ими тревожатся заботами не только тогда, когда эти вещи положены в ящичках, или когда наступает ночь, но и когда надевают их в дневное время, они также испытывают беспокойство и даже худшее. И в банях, и в церквах являются женщины, которые похищают их. А часто и без последних, носящие золотые вещи, подвергая стеснению толчкам от толпы, не замечают, как терявится какая-нибудь из золотых вещей. Таким образом, многие женщины не только таких вещей, но даже более ценных ожерельей, украшенных драгоценными камнями, лишались просто вследствие того, что эти вещи, оторвавшись, терялись. Но пусть не будет и этого опасения, пусть устранена будет и эта забота, какая от того польза? Другой скажут, увидит и будет восхищаться. Если она красива, то вредит природной красоте, ибо множество украшений не дает ей выказаться вполне, закрывая большую часть ее самой. Если же она некрасива и безобразна, то покажет себя еще более отвратительную. Безобразие, всегда являющееся в своем виде, оказывается только таким, каково оно есть. А когда его окружает блеском вне или красота какого-нибудь другого вещества, то безобразие достигает большей степени. Чернота тела кажется чернее в сравнении с блеском жемчужины, сверкающей как бы во мраке. Уродливость лица представляется гораздо хуже от цветной одежды, которая не допускает зрителей смотреть на лицо в собственном ее виде. Но в сравнении с изящной красотой изделий, отчего она еще более посрамляется, золото, рассыпанное по одежде пестрота разных изделий и всякие прочие украшения, подобно доблестному, сильному и здоровому ротоборцу, повергающему больного, изнуренного и голодного, побеждая наружность лица, увешанные ими, привлекают внимание зрителей к себе самим и заставляют больше над ней смеяться, а им оказывать больше удивления. Не таково украшение детства. Оно не безобразит облекающуюся в него, потому что оно все не телесное, а духовное. И потому, если она некрасива, она тотчас изменяет безобразие в изящную красоту. Если же она красива и блестящая, то придает еще более блеска. Ни камни золота, ни драгоценности одежды, дорогое разнообразие цвета красок. И ничто иное из подобных тленных вещей не украшает душ. Но вместо этого посты, священные бдения, кротость, скромность, бедность, мужество, смиренно-мудрее, терпение, презрение всех вообще предметов настоящей жизни. Взор девственницы так прекрасен и привлекательен, что на него с любовью взирают бесплотные силы Господь их. Так чист и проницателен, что может созерцать вместо телесных бестелесные красоты. Так не злобив и кроток, что не озлобляется и не враждует даже против непрестанно бежащих и оскорбляющих. Но и на них смотрит приятно и ласково. Не вовлекает такая благопристойность, то даже распутные стыдятся, краснеют и сдерживают свое бесстыдство, когда пристально посмотрят на нее. Как служанка, служащая порядочной женщине, необходимые сама делаются такой же, хотя и не желал этого. Так и плоть такой любомудрой души необходимо сообразует и собственные порывы с ее движениями. У нее и глаз, и языки, и осанки, и походки, и вообще все имеет отпечаток внутреннего благоустройства. И как драгоценное миро хотя бы заключено было в сосуде, наполняя воздух своим благовонием, доставляет удовольствие не только стоящим в том же месте и близи, но и всем стоящим поодаль, так и благоухание девственной души, разливаясь по ее чувствам, проявляет находящуюся внутри ее добродетель, которая, налагая на все чувства золотую узду благопристойности, удерживает всех этих коней в полной исправности и не дозволяет ни языку говорить что-нибудь неблагозвучное и нестройное, ни глазу смотреть бесстыдно и подозрительно, ни слуху воспринимает какие-нибудь непристойные песни. Она заботится и о ногах, чтобы они не выступали беспорядочно, неестественно, но имели походку неизысканную и безыскусную от верных украшений в одеждах. Она постоянно располагает и лице не расплываться от смеха, и даже слегка не улыбаться, но всегда являться степенным и строгим, всегда готовым к слезам и никогда к смеху. Услышав о слезах, не подразумевая здесь такого-нибудь огорчения, это слезы доставляет такое удовольствие, какого не имеет смех здешнего мира. Если не веришь, то послушай луку, который говорит, что апостолы, приняв побои, шли радовать, радуясь. Хотя не таковы естественные последствия побоев, ибо обыкновенно они производят не удовольствие, а радость, а скорбь и страдания. Не таковы естественные действия побоев, но вера во Христа такова, что она побеждает даже природу вещей. Если побои за Христа доставили удовольствие, то что удивительного, если производят тоже и слезы за Него. Посему Он тот самый путь, который назвал тесным и скорбным, потом называет и гамблагим, и бременем легким. Этот подвиг по свойству своему столь труден, но по ревности и благим надеждам совершающих его он делается весьма легким. Посему можно видеть, что по устному и скорбному пути избравшие его идут с большой бодростью, нежели по широкому и пространному. Не потому, чтобы они не встречали скорбей, но потому, что они выше этих скорбей, и не терпят от них ничего такого, что обыкновенно терпят другие. И эта жизнь детственницы имеет печали, но в сравнении с брачными их нельзя и назвать печалями. Продолжение следует.